Субтитры создавал DimaTorzok Наиболее такая простая будет, потому что мы начнём говорить про объектную модель Питона, а она, объектная модель Питона, в действительности какая-то, по моим ощущениям, самая естественная. В большинстве языков программирования, особенно в тех, которые растут на некоторой теории объектного подхода, этого объектного подхода в чистом виде довольно много, а потом уже в него, в эту теорию пытаются вбивать какие-то практические нужды. Особенно тяжело это всё терпеть в таких чисто практических языках программирования типа Java и C++, когда эти вещи конфликтуют. С одной стороны, сам по себе объектный подход и объектное планирование, и поддержка объектного планирования в языке, а с другой стороны, практически нужны. То есть необходимость программировать. По моему пристрастному суждению, именно Питон из всех знакомых мне языков обладает наиболее естественной и логичной моделью. Но об этом чуть-чуть впереди. Значит, сначала немножко развенчание мифов, точнее не мифов, а некоторых устойчивых ошибок. Считается, что бывают такие специальные объектно-ориентированные языки программирования, и нет. Вот когда мы читаем, например, Википедию, мы видим, что человек, который писал статьи, почти все статьи в Википедии про объектно-ориентированное программирование, это человек, который на самом деле исповедует какой-то один из вариантов объектной организации синтезиса. И так или иначе, вот этот вариант как-то просачивается в общее суждение. Ну, например, ну хорошо, иерархия наследования – это часть объектно-ориентированного подхода, понятное дело. Да нет, ничего. Берусь весной назад. Нормальная статья. Раньше было хуже. Они все лучше и лучше делаются эти статьи. Но главная фишка состоит в том, что в действительности объектно-ориентированное нечто, объектный подход – это не про парадигму программирования в строгом смысле этого слова. Парадигма – это совокупность приемов и способов реализации, способов формализации алгоритмов. Так вот, формализация алгоритма в объектной парадигме такая же точно, как в том языке, вокруг которого накручена объектная модель. Бывают объектные языки процедурные, то бишь императивные, бывают объектные языки декларативные, бывают объектные языки функциональные. Объектно-ориентированное нечто. Слово ориентированное очень важно в данном случае. Нам как бы подсказывают, что это не язык у нас объектный, а существует какой-то что-то, какой-то подход, ориентированный на такое понятие, как объект, использующий такое понятие, как объект, а язык, соответственно, в синтаксе это дело поддерживает. На самом деле объектную программу, то есть сделать некоторое классическое объектное планирование, сделать моделирование сущностей, потом выделение инвариантов, потом вот эту иерархию классов, когда у нас есть один общий класс, дальше подклассы, ну и так далее. Всё это можно сделать совершенно без привязки к языку, а потом написать объектную программу на Си. Кажется, раньше в курсе парадигмы программирования, который читается на кафедре АЯ, даже была целая лекция, как писать объектные программы на Си. То есть для этого не нужна объектно-ориентированность языка. Ориентированность означает, что поддержка соответствующей штуки есть в синтаксе. Вот и всё. Если дальше читать, я рекомендую почитать эту статью, потому что я вспомнил, что она уже хорошая. Если дальше читать статью про объектно-ориентированное программирование, выяснится, что на самом деле речь идёт даже не про то, что у вас там какие-то классы, не классы, а про управление чем? Ну вот тут как раз управление поведением, управление данными и так далее. Про управление. На самом деле про управление. Ну вот, значит, меня в своё время учили, что в объектно-ориентированном подходе есть три составляющих. Вот эти три составляющих. Нулевая, первая, вторая и третья. Почему меня учили, что три, а теперь их четыре? Предполагалось, что абстракция – это свойство вообще любого языка программирования, потому что вы всегда что-нибудь моделируете. В нашем представлении о языках программирования есть очень мало таких, в которых вот этого ступени абстракции нет. Но времена меняются, и очень много высоколоверных языков, тот же питон, непрограммистами воспринимается, воспринимается как такой калькулятор, на котором все нужные, особенно с использованием библиотек соответствующих, все нужные структуры данных уже готовы, и уровень абстракции вообще-то пропадает. Если вы какой-нибудь, ну не знаю, высчитываете какой-нибудь геном, вы берёте библиотеку, которая высчитывает какой-нибудь геном, и вам не от чего абстрагироваться, у вас уже есть все один к одному модельки той предметной области, в которой вы прикладываете, в которой вы пишете приложение. Я думаю, что поэтому к трём пунктам объектно-ориентированного программирования нулевым пунктом была добавлена абстракция. Итак, с точки зрения определения чистого ООП, абстракция — это поддержка в языке, а мы говорим, когда мы говорим про объектно-ориентированное что-то, мы говорим, что в нашем языке поддерживаются эти самые объекты. Поддержка в языке, соотношение общее-частное. Абстракция бывает вертикальная, это как любая классическая модель классовая. Класс, экземпляр класса, или базовый класс, подкласс, и так дальше. Абстракция бывает горизонтальная, когда речь идёт о том, что у нас один и тот же инструмент моделирования, абстрактный достаточно, используется для моделирования совершенно различных сущностей из реального мира. Например, мы можем что угодно смоделировать питонием словарём. Вообще что угодно. Ну почти. Очень многие структуры данных моделируются с помощью словаря, и вот этот самый словарь выступает в роли такой абстракции, которая соответствует такому целому ряду горизонтальных всяких сущностей, выражаемых словарём. Вторая важная составляющая объектно-ориентированного подхода – это инкапсуляция. Со словом инкапсуляция есть небольшое приключенец, которое состоит в том, что у него есть два абсолютно непохожих друг на друга определения, и люди очень часто их перемешивают, а некоторые даже думают, что это одно и то же. Инкапсуляцией может называться сокрытие внутренней структуры вашего моделируемого объекта и защита доступа извне к нему, то есть чтобы не была видна реализация или какие-то приватные поля и приватные методы. Так вот, мы говорим не о сокрытии. Сокрытие – это чистый технический инструмент обеспечения дисциплины разработки, чтобы кто-то случайно что-то не сделал. Мы говорим об инкапсуляции как о разделении информационных пространств, как правило, в виде иерархии, чтобы на том уровне, на котором вы пользуетесь данным объектом, было доступно только информационное пространство, относящееся к свойствам данного объекта. Фактически поля и методы те самые. Таким образом, если говорить очень по-тупому, инкапсуляция – это когда у вас объект, точка поля, возможно, у этого поля тоже есть свои подполя, точка поля, точка поля, точка метод. Вот эта иерархия пространства, которая в большинстве языков программирования приводит к нотации через точку, это и есть инкапсуляция. Обертывание одних пространств другими, чтобы они все не складывались в одну кучку. Следующее свойство объектно-ориентированного подхода – это наследование. Наследование – это в первую очередь проповторное использование свойств объектов. Когда у нас есть объект, мы бы хотели, чтобы другой объект обладал теми же самыми свойствами, но, возможно, слегка модифицированным. В плане наследования есть несколько разных техник. Совершенно необязательно это должно быть именно так, как, скажем, в Питоне, в большинстве классических объектно-ориентированных языков сделаны производные классы. Например, в JavaScript вместо производных классов используются понятия подобия. Вы говорите, объект такой же, как вон тот, такой же, а потом что-нибудь в нём модифицируется. Кстати, в Питоне тоже так можно делать, только не очень понятно зачем. Ну и, наконец, полиморфизм. К тому моменту, когда я делал план лекции в прошлом году, вот это улучшение смысла и осмысление страниц в Википедии, кажется, до полиморфизма не добрались. Ну, здесь вроде бы ничего, а вот дальше идёт объяснение с точки зрения чуть ли не C++. Полиморфизм – это определение там правильное, а пояснение делается на основе явного мышления, прищемлённого каким-то статическим типизацией, типа C++. Это возможность запускать для одного и того же, запускать один и тот же алгоритм на разных типах данных. Вот мы не можем заниматься вот этой иерархией классов, если данные такого типа и всякого типа нельзя будет обрабатывать одним и тем же общим для них алгоритмом. Если он общий. В питоне часть полиморфизма не обсуждается, потому что у нас есть доктайпинг, потому что в питоне, именно в питоне, я сейчас не говорю инструменты статической типизации для питона, потому что в питоне вообще любая функция так устроена, что это есть запись алгоритма, а с какими конкретно типами объектов она работает, это ваша проблема, а не её. Есть нужные методы этой функции, сработает. Нет нужных методов, выкинет исключение. Мы об этом говорили с самого начала. Поэтому доктайпинг обеспечивает нам чудовищный полиморфизм. Можно что угодно, к чему угодно применять, главное, чтобы оно применилось, а уж если оно не применилось, сам себе злобный буратин. Дальше я когда-то давным-давно, ещё для второго питона, написал прям статью вот такую, которая довольно длинная. Я её традиционно включаю в конспект лекции, потому что почему бы и нет. Но поскольку у нас с вами помимо этой статьи про классы есть ещё сегодня несколько разговоров, я попробую очень коротко рассказать про ситуацию, когда конспект лекции существенно длиннее самой лекции. Если коротко, то это выглядит примерно так. Вот у нас есть понятие класс. Оу! А! Вот. Понятие класс. Ключевое слово pass означает, что у этого класса нет ничего. Я больше ничего не хочу. Проехали. Проехали. Правильный перевод на русский. Проехали. Это класс. Что у этого класса такого интересного есть? В первую очередь классы в питоне, не в первую очередь, а, скажем так, первое, с чем мы сталкиваемся в классах в питоне, класс это и есть то самое иерархическое пространство имён. Это как пустой горшок, в который, как известно, как говорил Винни-Пух, что хочешь, можно положить. Смотрите. Вот что у нас сейчас в классе С лежит? Сейчас у нас лежит довольно много каких-то встроенных функций, связанных с манипуляцией этим самым классом. Но они все начинаются на бла-бла, это означает, что это какие-то, значит, то, что называется спецметоды, про которые мы, кстати, сегодня ещё поговорим. Но главное не в этом. Главное в том, что вы можете написать вот так. И бац, у вас появляется в этом классе поле под названием Квелл, в котором, в общем, лежит что-то. Почему я на это обращаю отдельное внимание? Потому что класс как пространство имён это довольно интересный ход. Представьте себе, что у вас в вашем проекте есть куча разных констант, которые нужно где-то в одном месте сложить, а потом по всему проекту использовать. Вот в каком виде эти константы вообще хранить? Это вам не си, в котором можно сделать include, и там всё приедет. Вы, очевидно, делаете какой-то импорт. Куда приезжают эти константы, если вы делаете какой-то импорт? Ну вот куда-то. Так вот, если их все положить в классы, там держать, то они могут быть очень конкретненько. Вы говорите, что там импорт constants, этот constants к вам приезжает, в этом constants лежат всё, что вам нужно. То есть даже на этом уровне есть практическое применение классу как тупо пространство имен. А чем это от модуля отличается? Тем, что модуль обладает очень разными спецификами. Например, модуль лежит в определенном месте в файловой системе, он к ней привязан, имя модуля связано с файловой системой, ну и так дальше. В принципе, да, модуль это тоже такой namespace, но он как-то он по принуждению namespace, когда нужно распилить код на кусочки и разложить его в разные файлы. А класс абсолютно универсальный namespace в этом смысле. Ну вот, но разумеется, главное свойство класса не в этом. Главное свойство класса в том, что он является, сейчас я скажу правильное слово, изготовителем объектов, то бишь собственных экземпляров. Я специально не говорю слово конструктор, потому что слово конструктор в объятно ориентированном подходе очень сильно как это сказать, ну есть такой термин в некоторых языках программирования конструктор. Поэтому мы не будем говорить слово конструктор, изготовитель. Как это делается? А очень просто, смотрите, любой класс оказывается коллабл, и когда мы говорим что-нибудь вот такое, мы изготавливаем экземпляр этого класса. Вот. Тип этого объекта класса. Помним, что функция type на самом деле не просто строчку возвращает, она возвращает тот самый объект, который является конструктором данного класса. Смотрите. вот. То есть type C это именно то, с помощью чего сконструировали его класс. Если C это объект, типа экземпляр класса C, type C возвращает сам класс. Вот. Значит, итак, у нас класс является конструктором, причем, обратите внимание, видите, поле C появилось в нашем экземпляре класса. Поле квекв. Стоит нам добавить в класс C еще что-нибудь. и в экземпляре класса это что-нибудь сразу становится доступным. Как это устроено? Это очень просто устроено. У нас как бы экземпляр класса это такое окошко к самому классу, к его полям и методам. Больше ничего. естественно у самих объектов, у экземпляров класса тоже есть свои собственные поля. Только ни одной из них не является это все еще мы сейчас видим только поля класса. Однако если мы напишем вот так это маленькая c это экземпляр то произойдет следующая вещь. Это очень похоже на взаимоотношения между глобальными и локальными переменами. По такому присваиванию то есть связыванию создастся поле конкретно объекта c экземпляра и оно будет равно 42. Разумеется у базового класса и у других экземпляров этого класса ничего не поменяется как это работает но это очень просто работает когда вы говорите что вы хотите в иерархию пространства имен вот этого экземпляра c встроить имя ку-ку-ку происходит ровно то чего вы хотите в пространство имен конкретного экземпляра c встроится имя ку-ку-ку если при этом у базового класса у класса вернее было тоже имя ку-ку-ку оно загораживается вот смотрите сейчас как это следите за руками дайте удалим что сейчас будет да вот мы удалили локальное имя и теперь при попытке заглянуть сквозь экземпляр класса мы видим поле класса ну в общем вот вся премудрость когда вы создаете поле экземпляра оно загораживает поле класса когда удаляется ну да мы можем вот так сделать смотрите и тут внезапно получается вот так ой почему потому что его там не видно все вот то есть фактически пространство имен класса это такая штука куда вы хотите можете все что угодно положить и чтобы не делать вот так вот как мы с вами сначала создавать пустой класс а потом насовывать туда поля можно делать вот так вот и все да это мы создали на скорую руку экземпляр класса посмотрели его поле ай тут же удалили экземпляр вот при описании класса вы можете сдавать поля класса все все очень просто вот тут человек в человек в чатике все-таки подозревает что сокрытие и минимизация это про одно и то же нет это не про одно и то же потому что вопрос инкапсуляции как сокрытие это значит что мы не можем добраться до реализации а в питоне мы до всего можем добраться тем не менее утверждаю что в питоне инкапсуляция работает совершенно естественным путем и как надо вот давайте посмотрим а мы его ну хорошо посмотрим что у него вообще естественно это 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 то то которое старое конечно то есть понятное дело что 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 от того что мы взяли и буквой ц поименовали какой-то другой объект с этим объектом ничего не произошло мы можем можем а нет через большую не можем а так можем ну или так я же говорю в питоне видно все всегда это как бы прям вот огородить пространство инвестий в питоне невозможно можно только сделать так чтобы случайно что-нибудь не попортить мы об этом поговорим в следующей лекции да когда у нас мы задавали поле в глобальном классе мы могли визвести и там было видно что там когда мы делаем локальный имя класса такой же не класс экземпляры никак и в общем это не очень нужно по той же причине по которой мы никак не понимаем что допустим локальные переменные это локальные переменные или глобальные из кода мы просто попытаемся для изучения если там у нас будет мы пойдем если у нас будет мы пытаемся да а если и там не будет то будет вот такое вот ровно та же самая история как с локальными глобальными переменами вот значит так да 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 можно ли сделать так что мы создадим какой-то класс и запретим создавать его экземпляры мы хотим чтобы у нас класс был какой-то не ютем на языке можно сделать так чтобы чтобы что мы создадим какой-то класс и запретим создавать его экземпляры но для этого надо изменить процедуру создания экземпляра самому написать свою которая не будет этого делать например 20 она просто будет например выкидывать exception или что-нибудь такое 20 это тоже у нас будет вот эти все упражнения у нас будут чуть позже когда мы будем говорить про метаклассы про вот это все пока что мы говорим про такую классическую линейную как это обычную объектную модель ну вот смотрите значит вот правило видимости да значит если мы меняем атрибут то он скорее всего будет скорее всего будет то есть он будет атрибутом экземпляра а если мы значит не трогаем его и он у нас присутствует в классе будет атрибутом класса и все атрибуты класса вины через экземпляры Все абсолютно прозрачно, никакой магии. Совершенно такая же до определенного момента история и с атрибутами, которые Коллабу. Тут я вынужден предупредить всех, что существуют некоторые путаницы, и я этой путанице подвержен. Например, любые атрибуты класса или объекта иногда называют полями, а вот те атрибуты класса или объекта, которые Коллабу вызываемые, называют методами. Я иногда могу называть полями тоже любые атрибуты класса. На самом деле, по-хорошему, иерархия должна быть такая. Атрибут – общее имя, поле – это значит только данных, а метод – это вызываемый. Ну так вот методы. Что вы думаете? Как поправить? Ну, давайте функцию определим. Ну, не знаю. Вот. Определи функцию. СМ… Нет. Нет, М. Ладно, М равняется фун. Кто мешает? Никто не мешает. Мы можем какие угодно поля делать в нашем классе. Вот, пожалуйста. Все абсолютно прозрачно. Мы положили просто еще один объект в это пространство имен. Однако, если мы делаем экземпляр класса, то при попытке посмотреть на Коллабу поля, то бишь на метод, который у нас лежит в классе, этот метод преобразуется, он уже не обычная функция, это обычная функция, такие функции, вот как мы написали. Да? Фун. Обычный. Он уже не обычная функция, а связанный метод. Чем это для нас грозит? А давайте просто попробуем его вызвать. Экземпляр точка М от 1,2. Начинается какая-то чертовщина. Смотрите. Когда эта функция была функцией, она принимала два параметра. Мы ей передали два параметра. Она сработала. Когда эта функция стала методом, то есть когда мы на нее взглянули изнутри экземпляра класса, она нам ругается на два параметра. И буквально говорит, слушайте, у меня тут два параметра, а вы три передали. Как это три? Я вообще-то умею считать до трех. Окей, давайте передадим один, посмотрим, что получится. Таким образом, если вы берете обычную функцию, кладете ее в обычный класс, делаете экземпляр этого класса и смотрите на эту функцию изнутри экземпляра, она видится как метод, и метод – это такая штука, у которой первым параметром, как вы знаете, что является? Сам экземпляр. Это делается синтаксически прозрачно, то есть нам не нужно каждый раз писать что-то такое, тем больше непонятно, что там писать. И в нашу функцию фун в результате вместо а приезжает этот самый екс, а вместо б приезжает один. Все. Это вторая и, в общем-то, по большому счету, последняя хитрость, связанная с объектной моделью Питона. Экземпляры класса, точнее, функция, положенная в класс, при просмотре из экземпляра класса превращается в метод, который отличается от функции тем, что ему методу передается сам этот экземпляр в качестве первого параметра. Все. То есть фактически это вот так. Вот. Все. Я, как это, на том уровне, если не говорить про наследование, и про всякие хитрые способы организации, другие способы пространства имен, которые есть в Питоне, мы про них тоже поговорим, на этом можно было вообще разговор про объектную модель в Питоне и закончить. Это все. Вас. Давайте попробуем с этим как-то побаловаться. Побаловаться. Потому что... А! А что баловаться? Собственно, почти все, за исключением того, что не надо в голове строить слишком уж жестких конструкций. Ну, например. Так, тут вопрос. Почему возникает атрибут error, если удалить... Черт, а в Google, в том месте, где человек задает вопрос, мне показывает смайли. Как они вообще... Кто у них интерфейсы дизайнил? А! Это интересный вопрос. Давайте проверим это. Значит, тут мне задали вопрос, а нельзя ли удалить атрибут класса из объекта? Смотрите. Давайте это сделаем. А! Нельзя. Отвечаю на вопрос, почему так нельзя сделать. Потому что модификация пространства имен экземпляра это модификация пространства углевого экземпляра. В экземпляре нету поля А. Мы не можем такой вот операцией удалить поле А, которое в объекте. Такой можем. А такой не можем. Я ответил на вопрос, мне кажется. Ну и вернемся... У него нету... У него нету... У экземпляра С в этот момент нету поля А. Это поле класса, а не поле экземпляра. Поэтому его нельзя удалить. Точно так же, как с локальными переменами, опять-таки. Да? Если мы сейчас пересределили класс с локальными переменами, а не будет поля А, потому что мы заденем дезинфляция. Вызовите. Там будет видно. Там будет видно. Он тоже делает этот просмотр с уходом вглубь. А что делать дир? Что? А что тогда делать дир? Дир? И это довольно сложная штука, особенно с учетом того, что в действительности в питоне более одного способа организации пространства имен. Про это через одну лекцию будем говорить. Я сейчас наизусть не буду пересказывать. Почитайте. Дир предоставляет какую-то информацию о пространстве имен, возможно, неравную просто вот этому. Кстати, если вы не помните, мы про это уже говорили. Что? Не децит, а дикт. Ой. Да, естественно. Ну, то есть вот мы помним, да, что никакого пространства имен как отдельных существ не существует. Это просто словари. Вот эти словари, они прямо есть. мы можем написать c дикт, ну, скажем, b равняется 100 500. Вот. Вот. Значит, возвращаемся к нашему c. Вот к этому. У него есть а, и это кажется метод, а это кажется, это кажется не метод, это кажется список. Я говорил, что не надо себе строить слишком жестких конструкций в голове, потому что, если мы напишем вот так вот, даже не так, кстати, все еще интереснее. Ой. Ага. Это из следующей лекции. Это слоты. Вот. Ладно. Вот. Если мы напишем вот так вот, очевидно, что в данном случае мы модифицируем что? Поле класса или поле объекта? Поле класса. Да. Несмотря на то, что здесь написано равно, что это операция связывания, очевидно, что c.a это операция взятия взятия поля чего? От того, чего видно, а видно это только у класса, и, соответственно, вот оно. Да? Просто не делайте ложных связок. Речи не о том, что операция связывания обязательно такая, что у нас, значит, вместо глобального, вместо поля класса будет видно поле объекта. А надо смотреть, что именно мы модифицируем. В данном случае модифицируем вот этот конкретный элемент чего? Поле класса. Ну вот, значит, это что касается разговора о том, что, о правилах видимости. Вот это а видно, какое? Вот это, ну, значит, его мы модифицируем. Опять же, такая же история, как с любыми модифицированными объектами в питоне со списком, например. Ну вот, значит, теперь, что касаемо, что касаемо методов. Так, это мы все сделали, это мы все сделали, это мы уже посмотрели. Осталось только теперь научиться эти методы прямо в классе определять. Так, тут большое c, да? Ну, например, а равняется, не знаю, 42. ай, ну, скажем, функ. Вот. Как мы с вами только что видели, имя переменной не имеет никакого значения. Просто по договоренности, это такая прагматика программирования на питоне, первый параметр метода должен называться self. Он может называться как угодно, это просто имя. Но пускай он называется self, вам будет удобнее, всем будет удобнее. В этот self приезжает, собственно, ссылка на экземпляр класса в качестве пары. a, давайте назовем не функт, а пуд какой-нибудь, self.a. self.a равняется a. Любые поля, которые являются полем нашего экземпляра, внутри метода должны начинаться на self. и это будет означать модифицировать поле меня. Все. Да? давайте теперь сделаем вот так вот. c.a.42, c.put 100500, c.a. При этом, понятное дело, что поскольку это поле экземпляра, естественно, никакие другие никакие другие поле этому не подвержены. Python иногда упрекают за то, что там в явном виде везде написано вот это self. методов, мы знаем, что в языках программировать типа Java C++, внутри методов вот эта часть обычно скрывается, там такие синтаксические правила, что если мы видим имя, оно скорее всего будет внутри того объекта, который. Но с точки зрения прозрачности, конечно, так намного понятнее. Мы передали некоторый объект, неважно, каким способом мы его передали, мы обращаемся к нему. Если бы не эта конструкция, нам бы пришлось внезапно перестраивать в голове, ну и в интерпретаторе тоже, интерпретацию конкретных встретившихся нам идентификаторов в зависимости от того, внутри какого namespace мы сейчас находимся. В данном случае ничего подобного не происходит. Вот здесь у нас объявлен namespace, здесь у нас объявлены имена внутри namespace C, а здесь у нас объявлены имена, которые будут видны, когда мы вызовем этот метод. Но когда мы его вызовем, нам бы очень хорошо, чтобы этот самый объект в явном виде был передан. Ну вот он и передан в явном виде. Не забывайте про это, что собственные поля всегда на них ссылаются через селф. Ну вот, напоминаю, что вот это вот самое селф, это никоим образом не какая-то... Это просто договоренность, она ничего нового к синтаке Питона не прибавляет, просто вот... Поскольку методом всегда первым параметром передается экземпляр, его применим назвать селф. Да. Если попробовать сделать статическим объяснение податься, то это а не будет? Не понимаю. Какая разница, как они называются? Вы хотите, чтобы это называлось не селф, а а? Но туда все равно передастся? Да. Вот. Мы когда будем с вами говорить про декораторы, есть декоратор статик метод, который действительно позволяет просто дропнуть, но он тупо дропает этот первый параметр, если что. Вот. Есть еще параметр, есть еще декоратор класс метод, который позволяет вот сюда передавать не экземпляр, а сам класс. Это нужно для того, чтобы соответствующие задачи решались. Но как вы понимаете, это всего лишь удобное сокращение. Вам никто не мешает тупо подробить этот первый параметр, не использовать его, если вы не хотите. Вот. Значит, чего нам не хватает для счастья? Мы умеем определять методы нашего класса, мы умеем определять поля класса. Что мы не умеем делать, так это делать вот этого. Пока что не умеем. Сейчас покажу, чего мы не умеем делать. Вот. Вот чего мы не умеем. Мы не умеем при создании экземпляра класса этому экземпляру сразу навешивать какие-то его собственные поля. Ну, то есть, понятно, мы сейчас пока что вот наш синтекс, который мы смотрели, устроен таким образом, что мы создаем экземпляр, и каждый новый экземпляр класс абсолютно такой же, как предыдущий. Чтобы поменять ему поля, мы должны вручную поменять ему поля. Если мы, например, хотим, ну, чем-то инициализировать вновь создаваемый экземпляр, чтобы он отличался от других, то надо это делать так. Надо определить спецметод. Спецметодами называются методы, у которых имя начинается на два подчеркивания, для краткости бла-бла. Спецметод бла-бла и нит бла-бла. Бла-бла и нит бла-бла. Он такой же точно, как все остальные, у него первый параметр, разумеется, селф, и именно в этот селф мы сейчас будем класть все остальное. Ну и скажем, а, запятая, б. селф точка вар равняется а, селф точка варю равняется б. Почему они так называются, не спрашивайте, я не знаю. Просто так назвал. Вот, смотрите, что при этом происходит. У класса С нет таких полей, ни вар, ни вэлью. При попытке создать экземпляр класса С нам скажут, у вас тут три параметра, один ты передал, молодец. Какой один параметр я передал сюда? Да, но это же метод, значит, туда экземпляр в селф приехал. А еще два забыл. Они называются а и б. Окей. 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 Вот. И вот после того, как он уже создался, этот самый, вот, пожалуйста, там есть поля сразу value и var, и они равны, соответственно, а и б, то есть при инициализации нашего экземпляра у нас мы в... Это не конструктор, да? Не следует путать init с конструктором. init это инициализатор. К тому моменту, когда вызывается init, задача конструирования экземпляра класса уже сделана. Он уже есть готовый, у него только поля еще не проинициализированы некоторые. Вот. Да? Поэтому init это не конструктор, это инициализатор. Вот. Такие дела. Значит, вот мы написали init и вообще-то уже получается, что мы можем вполне себе баловаться с классами, экземплярами класса столько, сколько хотим. Вот вся функциональность налицо. Но питон не был бы питоном, если бы не притаскивал целую кучу всяких удобств, о которых мы поговорим, но чуть позже, буквально на несколько минут, прежде чем повторим все, что мы узнали до этого момента. Итак, класс это в первую очередь пространство имен, простое пространство имен. Во-вторых, класс это изготовитель объекта, экземпляра. У класса есть атрибуты. Эти атрибуты бывают либо обычными, и тогда они называются поля, либо коллабл, и тогда они называются методы. Все поля класса видны изнутри объекта до тех пор, пока мы их не загородим полем объекта. Все функции класса тоже видны изнутри объекта, но они превращаются в методы. Кстати, давайте сразу это проверим, наше предположение. Мое предположение такое, что если я сейчас в экземпляр класса добавлю функцию, то, разумеется, она там будет лежать как функция. Сейчас пока мы не сделали вопрос. Вы создали ц-малое равно, ц-большое, скобочки, у вас выдала шутка тайплера. На каком этоне покупать нет? Просто у меня я спускаю 3-11, и он мне подает на эту строчку на интернер, потому что его имя ц-большое не существует. Ну, потому что надо ц-большое сначала сделать было. Вот это надо было сделать. Я его создал, и он потом после создания с параметрами, он уже создал объект. Нет, так не бывает. Возможно, вы написали русскую букву С, честное слово. С буквой С есть одна проблема. Она, во-первых, похожа на букву С, русская, во-вторых, на одной и той же клавише находится. Ну, потому что name, name, значит, в пространстве имен нет такой буквы, нет такого идентификатора. Ну вот, смотрите, давайте проверим это. Ну, я абсолютно уверен в том, что если я модифицирую пространство имен экземпляра, то, разумеется, если на него смотрю, то это будет, то это будет, разумеется, обычная функция. Это вам не модификация пространства имен класс. Вот если я модифицирую пространство имен класса, то внезапно оно превращается в метод. Ну вот, да, значит, продолжаем наш разговор про... Да, и, наконец, специальный метод init нужен для того, чтобы при создании экземпляра мы заполнили его экземпляр пространства имен как хотим. На самом деле, это, естественно, совершенно не обязательно в этом ините только присваивание. Это обычный метод, там что угодно может твориться. Все. И init это не конструктор. А как конструктор и деструктор? Нет ни конструкторов, ни деструкторов. А зачем? Есть, мы про это поговорим через лекцию, есть метод new, отвечающий за изготовление экземпляра. Он почти что конструктор. А деструктор нету, потому что... да, потому что сборщик мусора, но есть метод delete, который вызывается перед тем, как вы, как этот сборщик мусора захочет удалить ваш объект. Например, вы хотите что-нибудь там, ну не знаю, диагностику какую-нибудь вывести или какой-нибудь в базе... Что? Метод бла-бла, delete, бла-бла, который вызывается не тогда, когда вы сказали del-объект, а тогда, когда сборщик мусора решает удалить этот объект, потому что на него рефы кончились и его пора из кэша удалять. Да, я совсем забыл, что так же, как в функциях есть строки документации, помните, которые... что-то точка бла-бла, док-бла-бла и там help по ним красиво и все вот это. Такая же точно абсолютно штука, разумеется, и в классах, и в методах. Вот можно вот так написать... Тут было х. Вот. То есть свойство самодокументированности, разумеется, распространяется и на классы, и на методы классов. и когда мы говорим что-нибудь такое... Ну, хоть вот так вот, да? То вот это все, собственно, вот все, что мы сейчас видим, да? Все, что мы сейчас видим. Вот это вот все. Это все вынуто из моего соответствующего модуля. А это help по соответствующему методу соответствующего... Ну, в общем, вы меня поняли. вопрос. Да? Если я хочу документировать поли класса... Да, значит, документация поли класса, кажется, все еще до конца не решена эта проблема. Боюсь соврать, но кажется, нет. Вот. А что начали до конца? Вернее, что уже решено? Хороший вопрос. Давайте посмотрим, как здесь это устроено. В чем проблема задокументировать init, так же, какие-то полиа? Да, нет, значит, проблема в init или в класс просто написать вот такое поле, да, никакой. Просто это не будет документация, встроенная в поле, потому что в поле некуда встраивать документацию. Так-то какая разница? вот давайте посмотрим, как-то решено в том же ряда. Так, смотрите. Здесь документация лежит в виде комментариев. Давайте посмотрим, она сохраняется? Не сохраняется. Видите, да? Если вы хотите задокументировать, то есть Pudoc умеет ходить в смотреть все Nicolabal поля и просто их показывать, в вашем модуле, классе, это не важно. А вот документация к ним должна где-то отдельно лежать. Если вы хотите описание текста положить. Например, просто в самом хелпе по ЭНИТу или по классу. Такие дела. Именно поэтому она решена не до конца. Кажется, есть такие дисциплины, которые позволяют хитрым образом делать значащие комментарии, которые потом будут раскрываться как документация к полям, но в синтаке спитона этого нет. Ну вот, а теперь самое веселое, ради чего собственно, нет, я вру, конечно, я не ради этого затеял сегодняшнюю лекцию, но это, пожалуй, самое веселое, что сегодня на лекции может произойти, это перегрузка операций. Название абсолютно неправильное, никакой перегрузки операций в питоне нет. В питоне есть все строго наоборот. Мы с вами помним, что любая операция, даже там точка, квадратная скобка, в секрету скажу, круглая скобка тоже, в питоне это на самом деле вызов соответствующего метода с правильным именем. Например, ну, допустим, так, что будет, если мы сделаем вот так вот, ну, давайте сразу, print, экземпляр этого класса, он говорит, это какой-то объект, сделанный из mainc, вот его идентификатор. Допустим, мы хотим красиво его напечатать. Что мы делаем? Мы делаем, ну, да, и такая же абсолютно штука, если мы скажем str, попытаемся преобразовать его в строку. Вот. Вот. Да? Строка. Так вот, если мы определим для класса C метод blah-blah str-blah-blah то мы определим его конвертацию в строку self return ну, скажем точка var только наоборот. О! Смотрите. И, кстати, а что будет, если я скажу вот так? О! Винси, да? Мы создали объект какой-то и когда мы сказали к нему str от этот объект, специальный протокол преобразования в строку сходил к этому объекту, проверил нет ли у него метода str. Метод str есть, он его вызвал и вернул нам вот это. Типичное да, соответственно, поскольку print прежде, чем начать что-то печатать, вызывает соответствующий метод из объекта, то теперь это выглядит так. Вот. Да. А у нас есть метод str, который выразил к строке. Если мы хотим образовывать наш пас к чему-то другому. Препоразуйте его к чему-то другому. Хорошо, метод очень интересно. попробуем. Я думаю, что нет, но давайте попробуем. То есть я точно знаю, что есть протокол строкового преобразования, а протокол числового преобразования я, честно говоря, не знаю. Давайте попробуем, что он мешает. он еще будет, он еще и целый будет всегда, да? Вы правы. В числовый протокол такая штука входит. Если в вашем объекте определен метод int, значит его можно преобразовать в int. Ну, бла-бла-инт, бла-бла-бла-бла. Я. Если я буду говорить нижний подчеркнение, нижний подчеркнение, нижний подчеркнение, подчеркнение, у меня какого-то во рту возникнет пробка. Вот. Да. Я предвосхищаю ваш вопрос. Сразу скажу, никакого чудодейственного подкапотному преобразования в путем наличия метода бла-бла-бла-бла-бла-бла в вашем классе нету. Это именно так устроен протокол, да? Вот когда вы говорите что? Как назовете, так и будет. Просто числовой протокол подразумевает, что если вы смотрите, вы же что сделали? Когда вы говорите int, когда вы говорите int, вы на самом деле вызываете класс под названием int int это класс такой этот класс под названием int сходит к этому объекту и у него в логике написано что если вот в него в нити прямо написано у класса int что если у этого объекта есть метод и бла-бла-инт бла-бла то сначала надо вызвать его над ним а потом уже будет что-то делать вот и все соответственно если вы хотите преобразование из одного класса в другой вы должны это и это запрограммировать в логике понимаете да 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 вот что вы хотите if get at up нет сейчас там зачем уж instance нет если вы хотите вы если вы хотите прямо вот так вот по протоколу значит должно быть какой-то метод с правильными названиями да ха затор ха затор что там обж ну допустим с восемь точка в районе равняется обж точка с вот да вот Вот. Ну и, соответственно, класс B, дев, С, нехорошо. Сейчас, погодите, не хочу вас запутывать, давайте мы уберем это бла-бла. Там есть одна тонкость, о которой я сегодня рассказывать не буду. Вот так вот, да? И вот протокол, который вы придумаете, состоит в том, что если у объекта есть метод С большой, то этот метод С большой при ните вызывается, да? Вот. Всего-навсего, да? Дев, С, селф. Вот и все. Вот. Если мы говорим что-то типа экземпляр равняется С от B, B. Вот. А если мы говорим вот так вот что-нибудь типа... Ап! Этот ИФ не сработал, у нас поля валю вообще нет. Вот. Ну, очень тупой протокол, естественно, в действительности хорошо бы его организовать так, чтобы таких глупостей не было, но, в общем, тем не менее. Вот. И это то же самое с ИНТОМ и со всем остальным. Вот заодно мы затронули тему гитатор, сетатор и так далее. Вот. Селф. Ным. Нет, это будет слишком вот так вот. Знаете, что мы сейчас сделали? Мы сейчас сделали такой класс С, у которого можно значение любого поля найти. С любым именем. Вот. Хуже того. Вот. Мы просто определили метод гитатор, который теперь отвечает за это. Там есть некоторая иерархия. То есть, если, например, мы сделали вот так вот, да, то сначала будет просмотрен словарь, а уже потом, если в словаре нету, да, будет, мы посмотрим, а нет ли там метода гитатор, который, соответственно, за это отвечает. 20, ну, С большой. Ну вот, соответственно, точно так же работают методы сетатор, который позволяет, позволяет у, ну, то есть, сетатор С, запятая КВЕ 100. С точка КВЕ. Это было КВЕ. Вот. Вот. Чуть более хитрая штука, ну да, дилатер, понятно, удаляет. Чуть более хитрая штука, это метод get-attribute, сходите в документацию, он как раз изменяет приоритетность. С помощью get-attribute можно, вы сразу перебиваете, никаким, никакому дикту при наличии get-attribute операция точка не ходит, а ходит сразу к нему. Другое дело, что там еще есть некоторые правила про то, что спецметоды нельзя перебивать. В общем, читайте документацию, это, рассказывать про это на лекции, это просто путать вас. А вот и метод дел, кстати, про который мы говорили, который не деструктор, да, он вызывается в тот момент, он вызывается в тот момент, когда кэшу и сборщик мусора приходит в голову удалять ваш объект. Как правило, это происходит в момент, когда ревкаунт уменьшается, но поскольку это кэш и сборщик мусора, возможно, это происходит чуть позже. Я, честно, не помню, давайте попробуем. Я думаю, что это произойдет сразу. Да, это произошло сразу, но не факт. Есть разные стратегии кэширования, и они, соответственно, могут быть по-разному. Вот. Значит, спецметоды, те, которые начинаются на бла-бла, все-таки я это расскажу хотя бы чуть-чуть. Общее описание, вот ссылка, потому как спецметоды ищутся в вашем объекте. Спецметод нельзя перегрузить в объекте, вы не можете в объекте задать метод под названием бла-бла, что-то там, и объект будет передавать по-другому, они ищутся только в классе. И они не... нельзя их подменить с помощью гетатера и гетатрибьют. Вот. Это сделано, чтобы не запутаться с самого себя. Спецметоды всегда есть. Ну, они как бы... их очень тяжело сильно изменить. Их надо задать. Спецметоды есть вообще для всего. Самое забавное из них – это спецметоды для операций тех самых. Множить, разделить, вот это все. Вот. Значит, помимо str, есть еще на самом деле метод repr. Давайте мы найдем где-нибудь... ...определение нашего гласа С. Если мы напишем str от С, получим вот такую штуку. Если же мы напишем repr от С, то получим опять как было. Это просто два разных метода str используется в принте, а repr используется во всяких диагностических сообщениях, когда у вас, например, исключение вылетает. Тогда вызывается метод не str, а repr. Вы его тоже можете приобретелить. Вы можете написать blablabla repr вот здесь вот. Делать это не рекомендуется, потому что потом вам будет тяжело читать. Но вдруг вы захотите, тогда, значит... Вот, понимаете, вот если я сейчас попытаюсь преобразовать его в строку, он же вызовет str, черт побери. F. Я же не могу написать вот так вот. Ид, во! Ид от селф. Оф. Селф. Класс. Во! Ну-ка, пробуем. О! Смотрите. Стал хуже. Но, тем не менее, я переопределил метод repr. Вот. То же самое относится к методу len, который, значит, вычисляет длину. К методу iter, если у вас есть метод blablabla, iter, blablabla, значит, по вашему объекту можно итерировать. К методу bool, который возвращает пустой ваш объект или не пустой. Вот. Ну, давайте сюда. Да-да-да-да-да-да-да, у вас есть что-то, и он должен возвращать пустой или не пустой объект, ну, по-хорошему лучше true или false, чтобы никого не пугать. Но, когда вы будете говорить, использовать ваш экземпляр класса как логическую переменную, ну, соответственно, вот именно bull будет преобразовать его, ну, как бы, интерпретировать его как пустой или не пустой. Мне кажется, тут можно и... Вопрос. Когда мы говорим на первой лекции про логику и то, чтобы они пустые и пустые объекты в кинстерах включены, то есть, значит, пустой кортеж — это false, а у нас пустой кортеж — это true, но он был такой замечательный схема, и замечательный факт, что у нас есть как бы и лимитая логика, и мы, допустим, сам пустой кортеж — это false, а мы пустой кортеж — это false, потому что мы интерпретируем пустой коротеж — это false, и интерпретируем, что происходит, мы обращаемся к методу bull, интерпретируем пустой, как это false, потом с помощью « sudden» смотрим, что у нас... Я, кажется, ответил на ваш вопрос уже. При этом смотрите. Давайте так. С, энд, с, энд, один. Чё? О, шудритунбун, смотрите-ка. Ну хорошо. Не равно нулю. Так. Один, энд, с. Орция. Короче. Один, ну что изменилось? Нет, смотрите, конкретно метод булл должен возвращать либо true, либо false. Таков протокол. Если вы определяете, 20. Да, да. Но операция, как видите, возвращает всё как надо. 20. Такие дела. Значит, та же самая история с числовым протоколом. Он более сложный. Ну, у нас вообще под любую арифметическую операцию, под любую арифметическую операцию, есть соответствующий метод. Да? Ну, например, класс D, def, add, self, var, return, ну не знаю, value, равняется 100. То, return, return, d, вот, self, value, плюс var, да? Ну, нет, еще. Дев, init, self, var, self, value, равняется val. Кажется так, D, ну, естественно, от одного. Давайте мы еще str туда впишем, равшему умеем. Def, str, self. Опечатка где? А, в эту. Ага, спасибо. И она будет только в рантайме раскрыта. Во, да? Тот факт, что у нас вообще, ну или так, если хотите. Тот факт, что у нас вообще определен метод add, означает, что у нас определенная операция сложения. Кстати, я не зря вспомнил про протокол сложения, потому что он чуть более сложный. Да, у нас нет правого сложения. Ну, не реверс, а ну, right. Да? У нас нет правого сложения. Как работает протокол сложения? Он пытается сначала сложить 5 с D. Если он попытался сложить 5 с D, то обычно получится, это получится вот так вот. Note implemented. Раз у нас получилось note implemented, значит, надо попытаться написать D.rad. От 5 правое сложение. Но у нас такого нету. Соответственно, он говорит, все, никто не умеет. Вы не умеете складывать пятерку с вашим числом. Как это сделать, чтобы было? Да просто взять и написать что-то типа бла-бла-радд, ды-ды, бла-бла равняется, равняется, адд. Все. Будет работать. Ой, что я сделал не так? Нет. Может быть... Сначала надо D-новый сконструировать. Помните, что мне кажется, что... Ну-ка, давайте попробуем, может быть, я и не прав. Да. Надо было сначала сконструировать новое D. От того, что я модифицировал то пространство имен, там просмотр его не увидел. Да, что? Можно, когда уже другой вопрос, что... Если раньше мы дисциплицировали... Мы в самой коллекции дисциплицировали пространство имену исходного класса, и у нас иногда класса виден изменения, и он обращался к ним. Почему мы в данной ситуации как-то не изменили? Нет, мы его не изменили, мы заново задали новый D. Мы его не изменили. Если бы я написал D.rad, бла-бла-рад, бла-бла, равняется D... Ну, вы поняли. Мы его не... Мы задали новый D. Ну, да-да-да, все нормально. Да. Другой вопрос. Есть ли синтаксический SAM, который позволяет SAM выбирать минимум, может ли это не термом? Не знаю. Посмотрите. Наверное, не какой-нибудь декоратор есть, который это делает, если очень хочется. Значит, то же самое относится к операциям сравнения. То же самое относится к куче всего. Я даже говорил, что в синтаксисе Питона есть такая арифметическая операция, которая не определена ни на одном стандарте объекте Питона. Она называется математическое умножение. Матричное умножение. Операция есть, и ни в одном стандарте объекта она не определена. Но если ее определить, то она будет работать. У нас что там? Ну, пускай будет тупо умножение. Да, конечно. В numpy она есть, в модуле Ray она, конечно, тоже есть. Только вот в стандартных типах ее нет. Нет, вот. Упс. Как я уже говорил, то же самое относится и к всяким более хитрым штукам. Например, операция квадратная скобочка, она же гитайтим-сатайтим. Да, смотрите. Мы с вами это делали даже в начале где-то, да? Нет, там, кажется, один-единственный аргумент. Давайте для начала просто вот так сделаем. Нет, давайте все-таки не принт и return, чтобы... Вот. Да, в действительности, если в вашем объекте есть метод гитайтим, то здесь вот это вот, все эти наши упражнения с квадратными скобочками и даже со слайсами, в смысле с секциями, превращаются в передачу соответствующих параметров. Причем, если вы не указали в слайсе соответствующих параметров, то вам приезжает known, вот и все. А дальше вы что хотите, то и делаете. Проверяете там у себя внутри known, это в смысле слайс, это или целое число. На самом деле вы можете туда передать вообще все, что угодно. Совершенно не обязательно туда передавать что-то осмысленное. вы можете задизайнить ваш, воспользоваться квадратной скобочкой для того, чтобы задизайнить какую-нибудь совершенно умопомрачительную логику в вашем объекте, потому что туда можно передавать вообще все, что угодно, ну прям совсем. Это множество туда было передано. Какая разница? Тут приедет просто в качестве параметра гид айтема. Просто у вас будет такая операция квадратной скобочки с вашим объектом. Вот. То же самое с айтемом. Ну, в общем, у вас. Да нет, не существует. Он, по-моему, покажется один такой. Ну, я не знаю, поскольку кусок меньше-меньше. А он существует? Это арифметический знак. Да? И вперед. Более того, операторы типа плюс-равно, они тоже существуют, они называются augmented что-то там. И они на букву А, кажется, начинаются. Ай. На букву И, да-да-да-да. И что-то там. Вац. Ну, еще одна, еще один синтактический сахар. Я грешным делом вчера заморочился и сделал на него домашнее задание. Знаете что? Если вы наберете три точки, они превращаются в объект под названием эллипсис. Это просто такой объект. Вот. Он нужен только для того, чтобы к вашему, вашем, вашем синтаксисе можно было делать всякие загадочные стуки с многоточиями. Вот и все. Активно используется в NumPy, кстати, для взятия странных сечений. Вац. На самом деле вообще ничего нету в этом. Таинственно, ровным счетом. Просто три точки превращаются в объект эллипсис. Вы могли туда написать слово эллипсис. Что там есть у объекта эллипсис? Ничего. Это просто такой объект. То единственное, это просто его можно сравнивать с объектом эллипсис? Да. Желательно на из. У него даже в синтаксе нету такого класса. Потому что он не нужен. Он есть где-то, он недоступен в namespace. Я это вчера узнал. Короче говоря, объект эллипсис нужен только для того, чтобы пользователь мог использовать три точки. Где хочет. С большой, с большой. Видите, с маленькой нет. Но на самом деле три точки надо. Вот. Да. Что-то еще хотел. А! Кол. Если вы думаете, что вызов функций чем-то от всего этого отличается, ничего подобного. Ну, для начала проверим, что он коллабл. А он коллабл. Да. Вот. То есть, сам факт того, что ваш объект коллабл, это всего лишь следствие того, что у вас в нем есть метод колл. Все. Короче, читайте, читайте вот это, где там, по ссылке, где написано для всего. Вот. Вот по этой ссылке читайте, там прям вообще все написано. Все. Если есть вопросы, давайте, значит, давайте, давайте их задавайте. Домашнее задание. Да, значит, домашнее задание. Че? Я забыл. Ну, я сегодня напишу, вот это единственная задача, которую у меня есть в домашней заготовке. Остальные три я придумал вчера. Вот. А эту я забыл, забыл скопипастить. Ну, в общем, домашнее задание несложное, но развесистое. Вам смайлики придется рисовать вот такие. Причем, это положительный смайлик, а это отрицательный. Видите, он как-то наградит. Вот. Значит, если есть вопросы, задавайте. А можно вам конкретный кейс Эльцисом? Я говорю, ну, поедите, чего вы думаете? Читайте документацию по нумпы. Когда вам нужно указать какое-то страшное сечение многомерных матриц, уменьшая или делать под матрицу, например. Вам нужно это как-то сделать так, чтобы не вызывать метод со словами, внутри которого какие-то другие слова и еще что-то. Как это число, многоточие число. Вот ровно для этого. В нумпы оно используется прямо сплошь и рядом. Я просто сейчас не готов рыться. Если хотите, давайте порывемся вместе. Я первый попавшую сшилку нажал. О. Нет, это, это, это. Что? О. Во. Оторвали от матрицы кусок. Многомерный. Сказали, а все остальные измерения, пожалуйста, сделай. И вот из четырехмерной матрицы сделали проекцию двумерную. Так, в следующий раз у нас продолжение разговора про классовую модель. Там будут всякие наследования, способ поиска, МРОЦИ-3, вот это все. Так, еще раз повторю, есть вопросы? Да, конечно. Если нет вопросов, тогда всем спасибо. Спасибо.